Сейчас мы находимся в центральной части поселения. Это мы можем видеть по плотной застройке. Перед нами в основном верхние уровни татарского периода, татарские окладки. Здесь мы можем видеть фрагмент оборонительной стены, одной из усадеб, которую видно даже из космоса. Сохранились цокольные части, фундамент и местами фрагменты стен. Главная масса находок относится к наиболее позднему периоду существования поселка, к татарскому периоду. Здесь мы можем видеть керамические сосуды хорошей сохранности, покрытые зеленой поливой, и курительные трубки. Часть завезенные из Турции и часть, произведенные здесь, на территории Крыма. Кроме того, попадаются монеты, украшения. Например, здесь мы можем видеть буквально сегодня найденное кольцо, женское украшение. Кроме татарских находок, изредка нам попадаются и более древние находки. Например, здесь мы можем видеть Хазарский оберег, так называемую Лунницу. Если следовать тропою древних путешественников по одному из ответвлений Великого Шелкового Пути, вы непременно окажетесь в этом средневековом, хорошо укрепленном городе, в котором много веков назад кипела бойкая торговля. Это был не только крупный перевалочный пункт на Великом Шелковом Пути, но и ставка правителей западных тюрков, в которой находился самый большой дворец в Центральной Азии. Впервые Кулан упоминается в первой половине VII века в маршрутниках китайских и арабских путешественников. Город сразу сразил паломников своими большими размерами. Площадь более 10 квадратных километров, для того времени весьма значительная. Средневековый Кулан был окружен массивной крепостной стеной, шириной доходящей до 3 метров. В центре городища находился дворец площадью более 3000 квадратных метров, поражавший монументальностью архитектуры эпохи тюркских каганатов и мастерством камнерезов. Археологи, работавшие здесь под руководством доктора исторических наук, профессора, академика Карла Байбакова, обнаружили великолепно сохранившиеся дворцовые интерьеры, украшенные резным декором, выполненным по сырой глине. Узоры когда-то полностью украшали стены парадных комнат дворца тюркских владык. Кулан – город, один из немногих памятников, который сохранил свое древнее название. В китайских источниках он называется Тюйлян, а арабо-персидских пишется Кулан. В 630 году через Кулан проехал китайский путешественник Сыма Цянь, и здесь он был принят тюркским каганом. Одной из археологических сенсаций стала находка четырех терракотовых голов, отбитых от торсов – лица тюркского типа. Предположительно, это главные члены местной династии. По мнению археологов, в Казахстане аналогов подобных находок еще не было. Основное сооружение, дворцовое сооружение, которое относится к тюркскому времени, состояло из трех помещений. Это культовое помещение, два из них. И третье – это парадное помещение, условно которое мы называем тронным залом. Эти помещения имели шатровое перекрытие, и двери перекрывались перемычкой, деревянными перемычками. После разрушения дворца все помещение было заполнено кирпичной кладкой. Оставшееся пространство в последующем было использовано для постройки других сооружений в тюркско-карлукское время. В это время уже изменяются строительные приемы. Вместо перемычек появляются арочные своды, а перекрытия становятся купольными. Созданные древними мастерами превосходные глиняные панели таят в себе загадку и притягивают своей невиданной красотой. Уникальные артефакты городища Кулан и восстановление из небытия средневекового дворца тюркских правителей имеют огромное значение не только как научные факты, но и как появление еще одного интереснейшего туристического объекта в ряду достопримечательностей Великого Шелкового пути. У нас обыденные представления о прошлом этой земли, они никуда не годятся. Вот дикие земли, вот неразвитое население. Надо перестать обманывать людей. И здесь никогда не было одного скотоводства, а было всегда комплексное хозяйство, то же, что сейчас. Земледелие и скотоводство, а потом еще торговля. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Надо отметить, что степная империя занималась не просто дорожной инфраструктурой, сбором дани и таможенных пошлин. Ордынцы выделывали кожу и меха, доставляли осетрину и черную икру, экспортировали элитных скакунов, а еще выращивали пшеницу. К примеру, в XIV веке треть потреблявшегося в гену зерна часто составляла продукция найден золотая орда. Ученые исследуют в Хакасии древние храмы. Монументальные здания, которые возводились из необожженного кирпича, по определенным канонам, все это очень интересно. Но самое главное, что стало понятно, особенно на примере Уйбатского города, что вокруг этих храмов существовали большие городские поселения и с разными производствами, с разными торговыми, так сказать, учреждениями. Уйбатский замок был возведен в 8-9 веке нашей эры. Там очень большое городское поселение, центральная только часть которого, спланированное заранее, город построен по проекту, примерно километр на километр жилой площади, ну а дальше уже усадьбы шли так. Этот Джанибек Хан был чудный из мусульманских государей. Он оказывал великое уважение ученым и всем отличавшимся познаниями, аскетическими делами и благочестием. По вступлении на престол в городе Сарайчики он был защитником светлого закона. Абулгази – родословное древо тюрков. Оазисы Великого Шелкового Пути, только построенные или же усовершенствованные, с учетом последних вений средневековой архитектурной мысли. Города были очень благоустроенные, то есть вот были широкие улицы, потому что, опять же таки, не было вот этой скученности. Большие площади, на некоторых площадях были фонтаны. Коллекция археологических находок только одного музея – Атырау. Весьма впечатляющий, но типичный набор типичного золотоордынского города. Керамические чаши, пиала, кувшины, самых различных форм. При Женебеке империя достигла своих максимальных размеров. Западная Сибирь, Среднее Поволжье, Казахстан, Хорезм, Крым, Кавказ и некоторые территории Руси. Надо отметить, что стекная империя занималась не просто дорожной инфраструктурой, сбором дани и таможенных пошлин. Ордынцы выделывали кожу и меха, доставляли осетрину и черную икру, экспортировали элитных скакунов, а еще выращивали пшеницу. К примеру, в XIV веке треть потреблявшегося в Гену зерна часто составляла продукция «Майден золотая орда». Время расцвета золотой орды. Впрочем, не только орды, но и ее партнеров по шелковому пути, в том числе Генуи и Венеции. Даже несмотря на то, что периодически компаньоны начинали дружить друг против друга. Игра на соперничестве между итальянскими республиками велась еще со времен его отца, хана Узбека. Так что геополитический расклад, пожалуй, был даже интересен. И лишь неясные донесения с дальней границ империи заставляли хана Женебека хмуриться. Еще в XIII веке крымское поселение Кафа стало главным портом Генуи на Черном море. Оттуда морские караваны доходили до Венецианской Таны, ныне Азов. А уже потом грузы доставляли в золотоордынские поселения на Волге и Урале. Но надо сказать, что самих правителей Золотой Орды это не очень устраивало. И они, конечно, не хотели, чтобы монополия скапливалась в руках от итальянских торговцев, которые нередко злоупотребляли этим. Между ханом Женебеком и подчиненными ему сановниками и вассалами с одной стороны, и купцами венецианскими и генуэзскими с другой, попущением дьявола, врага рода человеческого, произошли несогласия, заблуждения и соблазны нескончаемые, даже неслыханные. Рафаил де Корезини. Акт о союзе, заключенном генуэзцами касательно Кафы. Проще говоря, поспорили венецианский купец и сборщик податей из степняков. Вроде как из-за налогов. Торговец платить не хотел. Ожесточенная дискуссия закончилась смертью подданного Золотой Орды. Начались волнения, лавки разграбили, итальянцы бежали из стана. На протяжении пяти лет было запрещено ввозить на территорию Золотой Орды товары из Генуи и Венеции. И не допускались на эту территорию итальянские купцы. Были применены санкции. Итальянцы, в свою очередь, блокировали торговые пути для ордынских купцов. Применением санкций дело не ограничилось. Джанебек отправился с войском в самую крупную колонию итальянцев. Чтобы сломить непокорную колонию, была предпринята биологическая атака. И эти события связываются с Джанебеком, который в период, в момент завоевания Кафы, использовал трупы больных чумой. Затем они обратили свою месть на осажденных. И в надежде донести инфекцию до врагов, с помощью катапульт они отправили мертвые тела за стены города. Габриэль Де Муси. Габриэль Де Муси пишет, испортился воздух, отравились колодцы с водой. Болезнь распространялась в городе так быстро, что лишь немногие жители смогли покинуть его. Соответственно, какие-то геноидцы заболели, они сели на корабль, поплыли в Генную. И таким образом в Европу пришла чума. В 14 веке страшная, которая опустошила, там пол Европы вымерла в тот момент. Это именно от того, что Джанебек бросал эти трупы в этот Кафы. С гигиеной в средневековой Европе было совсем нехорошо. Черная смерть с легкостью брала густонаселенные города, где мыться означало вводить себя в грех. А вшей даже называли божьими жемчужинами и считали признаком святости. Между тем в Золотой Орде общественные купальни в каждом городе присутствовали. Бани были, да, отдельные, вне дома, то есть они отдельным помещением находились. И поэтому нас не коснулось та болезнь, которая коснулась в средневековье именно в Европе, болезнь чума. Сауран – еще одна столичная жемчужина казахского ханства. В первой половине XVI века он был ставкой Акурды. Ранее в XIV веке здесь был похоронен правитель Акурды – Сасы Букахан. А расцвет Саурана пришелся на эпоху его сына Ерзена. Впервые Сауран упоминается в X веке арабскими историками. Более детальные сведения о Сауране мы находим у Ибн Рузбихана в XIV веке, который называет Сауран приятным городом, чрезвычайно веселым, светлым, с мягким водрящим воздухом, где по всей округе зеленеют разного рода красивые деревья. Например, мы здесь стоим сейчас с вами, смотрим вот эту мощеную улицу, идем по ней. И одно только ощущение, что 4-5 столетий назад кто-то ее строил, и кто-то по ней ходил. И ходили важные люди, ханы, проходили этой дорогой. И мы знаем, что многие постройки здесь, они возведены знаменитыми ханами Акурды. Потому что Сауран в свое время, в первой четверти XVI столетия, он являлся столицей Акурды. И знаменитый хан Сасыбука, его сын Эрзен, они здесь постарались, очень много построили знаменитых, великолепных сооружений. Таких, например, как... Как Медресе и мечеть мы видели в центре города. Да, вот мы с вами как раз сейчас оттуда идем. Медресе и мечеть построены этими ханами. И интересно, вот Медресе, знаменитый автор Васифи, автор XVI века, его родиной был Герат, но тем не менее он прикипел к этому месту, очень долго жил на Сауране. И он описывает Медресе Саурана как одно из чудес света, потому что, он говорит, я поражен, потрясен этим сооружением. Два минарета, он их называет, минареты, стоящие на плечах Айвана. Они были уникально сделаны. К ним пристроено две цепи, было и специальные бревна. Люди, которые поднимались на эти минареты, они покачивали эти бревна, цепи начинали раскачиваться, и у одних людей появлялось впечатление, что минареты вот-вот рухнут. И он говорит, это удивительно, это одно из чудес света. Сауран, как и в многих городах, крупный столичный центр, он играл ключевую роль в формировании торгового пути здесь. Шелковый путь проходил именно по этой территории. И несмотря на то, что время и войны не пощадили этого удивительного города, человек, впервые попавший сюда, бывает поражен величием и масштабами застывших развалин. Следами былого великолепия дворцов и площадей, замков и башен, мечетей и передовых для того времени систем гигиенических коммуникаций и сооружений. Мы раскопали это сооружение ин-ситу, как у археологов принято это называть. То есть сооружение, конструкция, которая сохранилась так, как она была в древности. И вот мы видим, здесь есть труба очень интересная, ванночка, ванночка соединяется с трубой. Археологи здесь, в Казахстане, на Атраре, раскопали самый ранний для Средней Азии унитаз. Вот это вот сооружение, оно относится к эпохе 11-12 веков. Очень интересное сооружение. То есть в городе уже существовала канализация, получилась. В городе существовала канализация. Хотелось бы заметить, в то время, как в Европе везде помои, так сказать, простите, вот за вот это вот, так сказать, грубое слово, выливалось на улицу, все это потоками текло, здесь была очень устроена система жизни, быта, и в том числе и канализация, и водопровод, все здесь вот существовало в рамках одного города. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok